В 18 веке у Григория был прекрасный аптекарский огород, хорошо бы устроена аптека была. Он сам любил заниматься этим, весь садикам, жители садикамска пользуются этой аптекой. А ведь официальная аптека в Пермском крае появится только через 100 лет. А у Демидова она уже была. В память о том, что все ботанические сады вышли из аптекарских огородов, в нашем Дендрарии тоже есть уголок, как напоминание об этом историческом событии. В нем растут только лекарственные растения. Об этом Татьяна Вайнштейн узнала на экскурсии во время посещения ботанического сада имени Григория Кенфеевича Демидова. Это уникальное место. На самом деле это потрясающее место. Все гости, которые иногородние к нам приезжают, мы стараемся им показать это место. Потому что город небольшой, понятно, промышленный. А это вот прямо цветок среди вот этого промышленного всего. Душой отдыхаешь, все красиво. Но природа есть природа. Она располагает к тому, чтобы даже какие-то проблемы, они куда-то уходят, растворяются. Выходишь отсюда уже совершенно другим человеком. А пока посетители наслаждаются ароматами цветущих экспозиций, сотрудники Дендрарии активно готовятся к поездке на 16-й международный мемориальный фестиваль «Демидовская сирень». Его задачей является привлечение внимания общественности к находящемуся на территории региона, материальному и духовному культурно-историческому наследию Нижегородской ветви знаменитого рода «Демидовых». В конце мая в Нижнем Новгороде пройдет очередное мероприятие Международного демидовского фонда. И очень приятно было получить на адрес Соликамского мемориального ботанического сада это приглашение. В прошлый раз мы отсылали, если я не ошибаюсь, в Ярославль клен Гинго-Гелоба. А вот нынче в Нижний Новгород из Соликамска поедет уральская сирень. Вот с прошлого года, с ноября, когда наши представители поучаствовали в очередной Международной ассамблее в Нижнем Тагиле, нас признали. Признали совсем недавно. Теперь наш ботанический сад включен в коллективные члены Международного демидовского фонда, который был создан по инициативе Федерации клубов ЮНЕСКО России, Ассоциации содействия развития Уральского региона и Всероссийской ассоциации международных культурных и гуманитарных связей. История началась в 2021 году. Как-то вот так интересно получилось, что они на нас вышли, отследили нас по соцсетям. И оказалось, что все, что связано с демидовыми, практически изучено. Но вдруг открылась благодаря нам новая страница. Тема ботаники, тема Стеллера, тема Беринга, тема Линнея, Карла Линнея. И вот, вы знаете, и мы этому рады, и они этому рады. Добавим, 16-й международный мемориальный фестиваль «Демидовская сирень» пройдет с 26 по 27 мая в Нижегородской области в родовом гнезде Демидовых. Сотрудники Соликамского ботанического сада смогут пообщаться с потомками знаменитого рода, принять участие в конференциях и мастер-классах. Поздравляют с новой вехой наших демидовцев Олеся Петровичева, Сергей Сюзев и вся телекомпания «Соль-ТВ». Продолжение следует...